Что там? Тут уже человек тренируется в помощи маме с папой в катании маленького братишки. Ну как, нормально? Удобно я, Дуна, котенок? Мне кажется, очень удобно. Подруги, привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами две любимые темы, мне кажется, всех мам. Первое – это сон наших малышей, особенно новорожденных малышей, и как этот сон влияет на всю семью в целом. И второе – это покупки для новорожденного малыша. Ну и как раз-таки сегодня все эти покупки, конечно же, связаны со сном, потому что именно о нем, котенок, мы сегодня с вами будем говорить. И в нашей семье сейчас тема сна, она очень-очень актуальна, просто потому что этот маленький человек, который тренируется уже в катании своего шарика вместо маленького брата в Дуне, у этого маленького человека регресс сна двух лет. Это означает, что сон нарушен, мама толком не спит, потому что вначале каждую ночь, потом каждую вторую, и после этого уже каждую третью ночь, и это все на протяжении приблизительно месяца, ребенок по ночам встает, это может произойти в три, в два, четыре, в пять, неважно. Приходит к маме и начинаются многочасовые наши гуляния. То есть ребенок, он не плачет, не кричит, есть не хочет, подгузник поменен, все у человека в порядке, полный комфорт, просто он не может уснуть. И вот несколько часов мы проводим вот в этом кувыркании, пинают маму во все места, куда можно пнуть, и в целом очень тяжело уснуть. Потом, когда мы уже засыпаем, то, конечно же, спим подолгу, и нарушается весь наш режим. Плюс ко всему у нас четыре зуба сейчас прорезаются, два клыка сверху и два зуба еще снизу. И это, конечно же, влияет на суть вопроса не в лучшую сторону, усугубляет все. И в контексте этой ситуации, конечно же, я с ужасом думаю о том, как же я буду организовать сон новорожденного малыша, который появится в нашей семье в сентябре. И, конечно же, я должна думать о том, как я буду справляться с ситуациями, когда наш старший ребенок, который в целом-то спит очень хорошо, и какие-то проблемы со сном. Ну, например, как вот сейчас, когда регресс, скачки роста, зубы и прочее, прочее, прочее. Кто следил за моим каналом на ютубе с самого-самого начала, с рождения Рэма, то вы знаете, что изначально для себя я выбрала подход безопасного совместного сна. Я, как мама, изучив вопрос безопасного сна, особенно совместного сна, должна была для себя принять решение, как же я хочу, чтобы мой малыш со мной спал, как я хочу, чтобы были организованы наши ночные кормления. И спустя какое-то время, уже познакомившись с своим новорожденным малышом, я поняла, что для нас самое лучшее решение – это безопасный совместный сон, когда ребенок все-таки не спит в кровати со мной, ну, или с родителями, и все-таки он спит в своей кроватке, но эта кроватка приставная, поскольку первый год жизни очень важно, чтобы ребенок находился в непосредственной близи от родителей по ночам, чтобы родители могли за ним наблюдать, чтобы могли быстро убедиться, что все в порядке, малыш дышит, он в комфорте, не перевернулся, ничто ему не мешает и так далее. И, естественно, заняло некоторое время для того, чтобы ребенок привык спать в этой приставной кроватке, и чтобы он чувствовал себя там комфортно, поскольку первые недели своей жизни он хотел спать исключительно и только со мной, вот прямо в моей кровати. Я понимала, что для меня это не подходит, потому что я очень переживаю за то, что во сне я себя не контролирую, не дай Боже, я могу лечь на ребенка. Также я беспокоилась по поводу ночных кормлений, когда ты уже и так уставшая, сонная, и после кормления тебе нужно с кровати со своей, вместе с малышом встать для того, чтобы сделать его отрыжечки. А отрыжки он делал только, если я держала его столбиком и ходила вместе с ним по комнате. И был один раз, когда моя нога запуталась в одеяле и простыне, и я чуть ли не слетела вместе с ребенком с кроватью. Поэтому лично для себя, вот организовывая все эти вопросы, я первая, что, да, это приставная кроватка, ни в коем случае не спать с ребенком вот прямо рядом в кровати. И, к слову говоря, это вовсе не означает, что я против такого решения для других мамочек, других семей и других малышей. Это дело каждой семьи и сугубо личная преференция каждого человека. Поэтому, как спят другие родители со своими малышами, вообще не мое дело, и об этом я сегодня не говорю. Я говорю чисто о нашей ситуации. Так вот, значит, у нас первым делом приставная кроватка, это раз. Второе, первый год жизни, насколько это возможно, ребенок спит с нами, с родителями. Если сравнивать мое какое-то отношение в этом вопросе с первым ребенком, то я, на самом деле, отправила Рэма спать в отдельную свою комнату намного раньше, чем в год. Это случилось приблизительно около 10 месяцев. Не знаю, что со мной случилось сейчас. Либо это может быть беременные гормоны, либо я как-то, вот, не знаю, начиталась информацией как-то уже с опытом. Но, в общем, я более тревожно отношусь к этому вопросу сейчас. И прям очень-очень настроена на то, чтобы ребенок минимум до года спал в нашей комнате. Все потому, что я очень волнуюсь за синдром внезапной смерти младенца. Это самое ужасное, что может случиться с новорожденным малышом и его родителями. Поэтому как-то я вот думаю об этой ситуации. Настроена, что новорожденный малыш, он будет с нами спать минимум до года. Только после этого он переедет в комнату Рэма, и они будут спать уже вместе. Эта комната будет их совместная. Третий важный момент – это гигиена сна. В нашей семье мы все-таки склоняемся к мнению многих мировых профессионалов в этом вопросе. И считаем, что ребенок в основном должен спать в своей кроватке, должен спать дома, все сны. И должен спать в темноте, в тишине. Если есть необходимость, это использование штор-блэк-аут. Если есть необходимость, это использование машинок белого шума. И непременно это, конечно же, соблюдение правильного режима температуры. И влажность воздуха для новорожденного малыша – это 18-20 градусов. И влажность воздуха в помещении должна быть от 40 до 60%. И последний момент, который я уже упомянула – это, конечно же, тот факт, что сон малыша, он влияет на всю семью в целом. На ее счастье, на ее здоровье и, в общем, на атмосферу в доме. Потому что если не выспались и страдают все, то в доме атмосфера ужасная. И, конечно же, для новорожденного малыша – уставшая жуткая мама, уставший жуткий папа – это совсем не самое лучшее, что с ним может произойти. Ровно так же, как и уже со старшими детьми. Потому что, например, в два года у Рэма уже выработался его режим, его режим сна, его режим дня, у него есть его привычки. И появление новорожденного малыша не должны мешать старшему ребенку спать. Поэтому моя задача в этом вопросе – организовать сейчас все таким образом, чтобы максимально сон остальных членов семьи, он не был нарушен из-за того, что в нашем доме появился новорожденный малыш. Конечно же, мы не исключаем ночи и периоды времени, когда малыш будет ночам плакать. Конечно же, это ночные кормления, которые могут разбудить остальных членов семьи. Это нормально. Но о чем я говорю, это о том, чтобы появление новорожденного малыша в нашем доме вот в корне не разрушило уже устоявшиеся правила сна в нашей семье. И новорожденный малыш, который появится в нашем доме, чтобы он влился уже в наш режим, наш распорядок, и мог к нему адаптироваться максимально комфортно. Опять же, учитывая все его потребности, познакомившись с ним, поняв, что ему нравятся его биоритмы, и то, что ему нужно в первые месяцы жизни для того, чтобы привыкнуть и адаптироваться к новым условиям жизни в этом мире. Это очень-очень важно. И, конечно же, во благо здоровой атмосферы, здорового сна, здорового отдыха в нашей семье я буду думать о том, чтобы максимально быстро синхронизировать режим Рэма и новорожденного малыша. Конечно же, с тем, что новорожденный малыш много очень спит, и у него несколько дневных снов, и время отбоя, оно отличается от времени, когда уходят на сон дети постарше, в любом случае, насколько это будет возможно и когда это будет возможно, мы будем стараться синхронизировать. Ну, по крайней мере, чтобы новорожденный малыш, он спал в то время, когда, например, днем спит Рэм. И тогда и родители, то есть мы с мужем, сможем хотя бы немного передохнуть. И опять же, когда я говорю, что мы все-таки склоняемся к тому, чтобы ребенок максимально с весны спал дома в кроватке, в темной комнате, с правильным воздухом, температурой и так далее, это абсолютно не означает, что ребенок не будет спать во время прогулок в коляске. Конечно же, будет. И также бывают в жизни поездки, бывают в жизни какие-то планы. И, естественно, новорожденный наш малыш, он также вместе с нами будет путешествовать, он будет выезжать из дома. Естественно, мы понимаем, что некоторые сны в течение дня, они будут также происходить в коляске. Ну, ровно так же, как они и проходили у Рэма, когда он был совсем маленьким ребенком. Ну вот, такие вот мысли меня посещают касательно сна новорожденного малыша и того, как адаптироваться к жизни уже с двумя малышами. Ну, а сейчас давайте смотреть на наши покупки. Буду показывать вам, какую кроватку мы приобрели и что еще помимо одной только кроватки мы будем использовать для здорового сна нашего новорожденного малыша. И вот все наши самые-самые первые покупки для сна ребенка. Конечно же, это не все, что нам понадобится, но это самые важные первые покупки, которые я уже для себя определила и знала, что точно хочу. Давайте первым делом будем собирать нашу кроватку и буду про нее рассказывать, ну и также показывать все остальное. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что ж, подружки, смотрите. Собрала я нашу кроватку и вот так она выглядит. Как вы уже поняли по бренду, который здесь располагается на кроватке, это Кика, компания Кика и их серия кроваток Next to Me. То есть это те кроватки, которые предназначены для безопасного совместного сна. Это приставная кроватка, которая пристегивается к большой кровати родителей при помощи ремней. Вот такие вот ремни также прилагаются к этой кроватке. Тут уже друг наш, старший, тестирует эту кроватку и вспоминает свое младенчество, потому что именно в такой кроватке рем спал первые, наверное, сколько получается, пять месяцев в своей жизни. Ну, в общем, до того момента, как он вырос из этой кроватки, и уже она стала ему коротковата. Какие ее преимущества и почему я снова выбрала Кика Next to Me? Во-первых, модель Magic, это модель другая, нежели та, которая была у нас, и у нас была попроще. Эта модель более продвинутая. Почему? Потому что, во-первых, она сильно дышащая. Вот эти боковые бортики кровати, они имеют вот такую вот сетку, которая очень хорошо пропускает воздух. Также передняя панель, вот этот бортик, при помощи нажатия одной кнопки очень легко поднимается, опускается, и мама может иметь доступ к малышу. В первые месяцы жизни, конечно же, этот бортик, он будет опущен, и кроватка будет пристегнута к моей кровати. Уже когда малыш подрастет и начнет, возможно, переворачиваться, если по размеру эта кроватка будет ему еще нормальная, то, конечно же, этот бортик мы просто поднимем, и он также безопасно будет в ней спать. Эй! Ну как тебе там, комфортно? Как думаешь, братишке, будет хорошо? Да! Да! Также в комплекте здесь есть матрасик, дышащий, очень стабильный и комфортный. Эта конкретная модель, она также имеет функцию укачивания, но я надеюсь, что мы ею пользоваться не будем, потому что все-таки я не хочу приучать ребенка к укачиванию, чтобы у него не возникала ассоциация сна, укачивание, сон. Следовательно, он должен засыпать вот просто в кроватке без каких-либо укачиваний. Но если в этом будет необходимость, у этой кроватки такая функция также есть. Ну и давай, выходи! Также плюс этой кроватки в том, что она адаптируется практически под любую кровать. Вот колесики и вот эта часть ноги, она может либо задвигаться, либо выдвигаться. Все зависит от того, насколько высокая или низкая кровать в доме стоит. При нажатии вот этих боковых кнопок с обеих сторон я могу кроватку либо опустить, либо легко поднять на тот уровень, который мне нужен. Также, если у малыша есть рефлюкс, он срыгивает, либо он простыл и носик плохо дышит, одну сторону кровати можно опустить, либо поднять, в зависимости от того, насколько большой наклон нам нужен для того, чтобы ребенок легче дышал. Или его голова находилась выше туловища, то есть животика, и ребенок не следил. И также в комплект этой кроватки входит сумка, которая очень удобна для путешествий и перевоза. Как раз-таки в нашей поездке в Ригу она нас будет сильно выручать, когда придется эту кроватку собирать, ввезти в багажник машины и отвезти в Ригу для сна малыша там. Кроватка эта предназначена для малышей до 9 килограмм, очевидно. 14 тоже держит достаточно хорошо. Хотя, котенок, наверное, не стоит тебе увлекаться и в этой кроватке часто сидеть и в нее забираться. Сломать мы ее уж точно не хотим. Изначально для себя я рассматривала кроватку 4Moms, Мамару, их очень красивую люлечку для новорожденных малышей. Но, в силу того, что есть Рэм, я все-таки очень сильно беспокоилась за несколько вещей. Первое, такого плана люльки, как от 4Moms, они стоят независимо от родительской кровати, то есть они не пристегиваются. И в случае вот этого малыша, видя, насколько он интересуется новыми вещами и как быстро он забрался вот в эту кроватку, я очень сильно беспокоилась, что он попробует забраться также в самостоятельно стоящую кроватку и ее просто-напросто вместе с малышом перевернет. Для меня это был самый большой кошмар, вот что касается именно взаимодействия малыша со старшим своим братом. Поэтому я дала предпочтение снова Кика Next to Me, которая очень безопасно пристегивается к родительской кровати, и здесь нет риска того, что старший ребенок эту кроватку перевернет. Плюс ко всему здесь нет каких-то сложных конструкций, здесь нет встроенных укачиваний электронных, я имею в виду, нет машинок белого шума, каких-то механизмов, которые очень легко могут сломаться. И если они сломаются, то, в общем, эта кроватка уже, ну, как-то она не будет иметь такого смысла в использовании и будет приносить только негативные эмоции для мамы. В общем, я исключила для себя все эти моменты и решила, что вот такая вот стабильная безопасность и проверенная кроватка Кика Next to Me, она прекрасно будет для нас служить и в случае второго нашего малыша. Еще что, в этот раз я решила не покупать мобили. То есть классические мобили, которые вешаются на кроватку, просто потому что в случае со старшим моим сыном мобили для нас вообще не зашли, он на него не обращал внимания, и когда он уже немного подрос, он просто стал его срывать, стал его дергать, и, в общем, этот мобиль я в любом случае убрала, и нам он как-то не зашел. Для второго малыша пока его приобретать не будет, если я буду понимать, что он может ему понравиться, может быть приобрету попозже. Для кроватки Next to Me есть специально свой мобиль, просто потому что здесь, видите, края, они закрыты. То есть здесь нет реек, и обычный мобиль, который цепляется за основной бортик кроватки, здесь он не подойдет. Что у нас все-таки есть из таких вещей? У нас есть вот такие вот маленькие мобили, как эти прекрасные мобили от Lodi. Эти мобили, они действительно мобильные, их можно брать с собой также в автокресло, их можно брать с собой в коляску, вешать, и ребеночек может играть. Здесь есть кольцо, за которое можно дернуть, и мобиль начинает играть успокаивающую мелодию колыбельной. Таких у нас три мобиля, их мы сможем использовать на любой случай жизни. Кстати, Рэм тоже очень любит с ними играть. Потом очень важной историей для нас является ночник. Такого плана ночничок, который регулируется по интенсивности света, я использовала также с Рэмом. Этот ночник у меня горел каждую ночь, всю ночь, для того, чтобы в любой момент я видела малыша, могла увидеть его личик, и убедиться, что он дышит, что с ним все хорошо, и все в порядке. Ну и, конечно же, для ночных кормлений, особенно когда я малыша удобно достаю из этой кроватки, я отправляюсь на свое кресло для кормления. Естественно, ночник здесь помогает, потому что, ну, немного в комнате света должно быть, чтобы было видно, куда мама идет и что делает. В то же самое время этот свет должен быть достаточно мягким и ненавязчивым, чтобы не обудить лишний раз малыша. Ну, просто потому что Рэм на самом деле не особо-то и просыпался ночью. То есть он, да, шевелился, я слышала звуки, которые он начинает издавать, и я понимала, что пора ребенка кормить. Я его сразу же переодевала, меняла ему подгузник, и он такой полусонный приступал к своему ночному кормлению, и в целом-то за этим кормлением дальше и как бы проваливался в глубокий сон. После чего, как я уже говорила, я столбиком его носила, ждала от рыжечки, и помещала его обратно в кроватку, и он спокойненько себе дальше спал до следующего кормления. Следующая супер необходимая вещь для сна новорожденного малыша в нашем доме оказались машинки белого шума. По итогу, использовав и протестировав несколько машинок белого шума, самыми любимыми для нас оказались Марпак. Хаш называется эта машинка. Очень-очень простая, и что самое крутое, она мобильная. Она работает от батарейки, то есть мы ее подзаряжаем при помощи кабеля, и ее можно брать с собой в машину, в поездку, в коляску, или ночью возле кроватки также ее ставить и проигрывать белый шум. В этой машинке все очень просто. Кнопка включения, тише, громче, и три разных вида белого шума. Включаем вот такой вот очень глубокий, это наш самый любимый. Шум прибоя. И такой более высокий звук белого шума. И все удерживая кнопку выключения, включение мы ее включаем или включаем. И также есть кнопка блокировки, чтобы ребенок не смог сам нажимать и менять режимы этой машинки. И эта машинка работает без ограничения, то есть вот пока батарейка не умрет, а батарейка держит очень-очень долго, несколько ночей уж точно, она будет работать. И вторая машинка, которую мы очень любим и пользуемся по сей день, это машинка от Манчкин. Эту машинку мы любим, потому что здесь есть белый шум другого типа, и она устанавливается на таймер 10, 20 или 30 минут. И в этой машинке также есть три звука. Сейчас мы чаще всего используем шушушку. Этот звук мы включаем для того, чтобы ребенок уснул. На протяжении 30 минут он просто его убаюкивает и выключается. Второй просто белый шум и сердцебиение мамы. Здесь также можно регулировать звук, включать громче, тише, и также есть ночник. Что еще я в этот раз решила использовать нового для сна малыша? Вот я нашла такие позиционеры от компании Trome Land. Почему вообще решила их использовать и вообще попробовать? Просто потому что по своему опыту с Рэмом я поняла, что не каждый малыш может спокойно спать просто на плоской поверхности, даже в пеленке. С моим старшим сыном проблема была в том, что он очень сильно мотал головой и себя этим самобудил. То есть не хватало рефлексов новорожденного, когда они вот швыряют свои руки. Это мы, кстати, решили при помощи пеленки. Так он еще и очень активно мотал головой и себя будил. Поэтому мне приходилось самой колхозить и сделать такие некие валики для того, чтобы голова была более стабильной, но в то же самое время, чтобы не было никакой подушки в кроватке моего ребенка. Потому что подушка до возраста двух лет она крайне небезопасна для новорожденного малыша. И в целом в его кроватке не должно быть ничего. Ну а своим старшим сыном в нашей кровати было много чего. У нас были валики, которые поддерживали его бока, потому что это создавало для него некую такую безопасность и комфорт. То есть он не любил большие пространства в кровати. Ему казалось, ему слишком свободно. И он как-то вот будился, и ему это мешало. Ровно так же, как и люлька коляски. Ему нужна была более такая комфортная, узкая, маленькая. То есть для него было слишком свободно. И также в коляску я помещала вот такие вот валики, которые я делала сама из его муслиновых пеленок. В этот раз я решила не колхозить и муслиновые пеленки не использовать. Поэтому взяла вот такие вот специальные приспособления от компании Троймленд. Вот здесь есть вот такая вот подстилочка, очень мягкая, из хлопка, которую мы просто кладем в кроватку малыша. И потом вот такие вот валики, которые имеют липучку. И при помощи этой липучки очень легко этот валик прикрепляется к этой подстилочке. Причем этот валик можно ставить ближе дальше, так как малышу это необходимо. Ну и вот таким вот образом при необходимости этот валик располагается в кроватке малыша. Малыш спит вот здесь посерединке. И если есть необходимость, чтобы эти валики поддерживали бедра и туловище малыша, для именно этого можно использовать данное приспособление. Ну вот так вот это выглядит реально с малышом. Правда здесь и есть подушка. Подушку я не стала заказывать, потому что все-таки я решила, что подушку мы будем использовать только если к этому будут показания. Показания от врача во всех других случаях подушку использовать мы не будем. И конечно же, также эти валики, эту подстилочку будем использовать в случае крайней необходимости. во всех остальных случаях в нашей кровати не будет вообще ничего. Ни игрушек, ни валиков, ничего. Только малыш, его пеленка и спокойный здоровый сон. И вторая вещь от Romland – вот такой вот матрасик, который также можно использовать дополнительно. В случае, если у малыша есть рефлюкс, если он простыл и не может дышать. И причем этот матрасик, его можно использовать как в кроватке, так и в коляске. Я, несмотря на то, что наша кроватка меняет наклон и в целом нет необходимости в кроватку помещать вот такой вот матрасик, все-таки на всякий случай я его заказала. Ну, если будет необходимость его использовать, например, в коляске, в люльке, либо в его коконе. Ну, вот так эти вещи выглядят распакованы. Это матрасик от Tromland. Абсолютно дышащий. Здесь видно, что он прям дышит. И в целом компания Tromland, она производит исключительно качественные матрасы и прочие принадлежности для сна маленьких детей. И они вот прям специализируются долгими-долгими годами как раз-таки на данных предметах. Поэтому качество у них отменное. Ну и также валики Tromland, если есть необходимость, можно поместить на этот матрасик. Они ровно так же стабильно и надежно прикрепляются, как и к подстилочке. И вот, на всякий случай, я еще взяла попробовать вот такой вот Back to Sleep. Это другая компания, но с подобным вот таким вот позиционером, который помогает малышу более комфортно спать. Ну, на всякий случай. Если, например, первый, ну, не знаю, либо не подойдет, либо я наоборот буду видеть острую необходимость в использовании такого позиционера. Ну, я смогу тогда один оставить в Санкт-Петербурге, другой иметь в Риге, либо один использовать в кроватке, другой в коляске. Ну, в общем, буду смотреть по нашей необходимости. Ссылки, кстати говоря, на все вот эти предметы я оставлю в описании видеоролика, чтобы вы в случае необходимости могли легко их найти. Ну вот, а Back to Sleep тоже очень похожий принцип. Здесь вот хлопковая подстилочка и вот такие вот мягкие валики, которые также при помощи липучки прикрепляются к этой подстилочке. Ну, и, конечно, в этот раз я свое предпочтение отдаю пеленкам-коконам и буду их пробовать. И очень надеюсь, что нашему малышу они подойдут просто потому, что они с Рэмом по итогу сработали намного-намного лучше, чем наши пеленки такого типа, как Ergo Baby или как Swaddle Me. И все они имеют более сложную конструкцию, и они работают при помощи липучек. Эти, в свою очередь, работают при помощи удобной молнии, которая открывается и сверху, и снизу, и, в общем, позволяет ребенку быть в пеленке, но в то же самое время иметь очень легкий доступ. И в этом случае у нас первая наша пеленочка – это пеленка от Alant, хлопковая, красивая пеленка, которую я буду брать с собой в роддом. Чуть позже приобрету также пеленки от Love to Dream. Эти пеленки тоже являются нашими фаворитами. Ну, и надеюсь, что ими мы в этот раз обойдемся. И последнее, что у нас имеется для малыша на сегодня, для его сна – это баунсер Baby Burn. Этот шезлонг – он просто острая необходимость в жизни каждого новорожденного малыша и его родителей. И в этом мы убедились уже с Рэмом, когда использовали этот баунсер во время его дневного отдыха. Не обязательно сна, но во время его дневного отдыха, хотя в нем он тоже частенько засыпал. И что очень круто, что этот шезлонг, его можно брать хоть куда. Чаще всего мы его брали с собой в рестораны. Когда мы встречались с друзьями, либо просто хотели выйти пообедать, поужинать, и брали с собой этот шезлонг. Устанавливали его рядышком с собой на диване в ресторане. Обычно просили диван, чтобы было больше места. И ребенок спокойно себе рядышком с нами чилил и чувствовал себя при этом превосходно. Давайте будем открывать. Я, кстати, в этот раз дизайн тоже выбрала немного другой, отличающийся от того, который у нас был в прошлый раз. В этот раз я решила взять такой очень-очень стильный в отделке тканей джерзи. Ох, какая прелесть! Так выглядит этот шезлонг. Как вам? Кто с ним не знаком? Знакомьтесь! Это просто вещь, которая, как я, вот абсолютно убеждена, нужна каждой маме и каждому малышу. Во-первых, чтобы с собой взять, посмотрите, насколько он плоский. И его легко действительно брать с собой в любую поездку. На пляж, я не знаю, там, в ресторан, в гости, да куда угодно. Его просто необходимо брать с собой, куда бы вы ни отправились. Здесь сзади, значит, есть кнопка, при помощи которой мы его открываем. И вот так эта красота выглядит. Посмотрите на эту прелесть. Ткань, просто полный восторг. Очень-очень красиво и стильно. Посмотрите, какая прелесть. Значит, как это все работает. Ребенок здесь пристегивается при помощи вот этой передней части и безопасно находится в этом шезлонге. У него есть три режима наклона. Вот сейчас он стоит на самом вертикальном, то есть это наклон для детей постарше. Чем ребенок меньше, тем более горизонтальный наклон этого шезлонга устанавливается для его отдыха. И главный принцип этого шезлонга заключается в том, что родитель при помощи руки или при помощи ноги может своего малыша в этом шезлонге укачивать. И по мере роста малыша, чем он становится тяжелее, тем легче он сам может раскачиваться и уже без помощи родителей может в этом шезлонге качаться. Конструкция его исключительно проста. Чехол из ткани, он снимается, спокойно стирается и, если я не ошибаюсь, также можно заказать дополнительные чехлы, но если хочется поменять стиль этого шезлонга. Для рема я еще использовала пеленки, муслиновые пеленки и прочие, и просто их стелила на сам шезлонг. Это на тот случай, если ребенок срыгивает. Ну, просто чтобы не застирывать этот чехол и чтобы он оставался чистым и опрятным. И в этот раз я еще заказала вот такую игрушку-дугу, которая устанавливается на этот шезлонг. Тоже от компании Baby Burn. Прелесть просто невероятная. Вот такие вот красивые деревянные игрушки, веселые, но в то же самое время очень сдержанные в красивых пастельных оттенках. Будут радовать не только малыша, но и маму. И очень просто, без лишних движений, эта дуга просто одевается на шезлонг. И все, малыш в нем сидит и может ручками играть вот с такой вот дугой. Уверена, все эти вещи вы еще будете очень-очень много раз видеть в моих влогах, когда уже малыш второй родится. И мы уже сможем приступить к реальному тестированию этих конкретных вещей. И очень надеюсь, что малышу они понравятся. Ну, а для вас, как я уже говорила, все ссылки в описании этого видеоролика. Обязательно читайте его, смотрите. И если для ваших будущих малышей ищете самые классные вещи, гарантирую, лучше этих вещей ничего, мне кажется, еще не изобретено. Причем, вот как это было минимум для нас два года назад, ровно так же и осталось сейчас. И все-таки я выбрала те же самые бренды, которыми я пользовалась, когда родился мой старший ребенок. Единственное, что поменяло модели и поменяло внешний вид. Ну, а в общем, в целом, это действительно самое лучшее, что на рынке есть. Это для шезлонгов Baby Burn. Для приставных кроваток это Kiko. Ну, по крайней мере, на наш взгляд. Кстати, если говорить еще про шезлонги, мы также очень любим автоматические шезлонги. И в ближайшем будущем планируем также приобрести автоматический шезлонг-качели от компании Mama.ru 4Moms. В случае с моим старшим сыном, этот шезлонг нам тоже очень-очень сильно пригодился. Ну, вот, подружки, вот такие вот покупки для сна моего малыша у нас в доме появились. В будущем, конечно же, добавятся к этому списку еще некоторые предметы, которые также буду вам показывать. Ну, а на сегодня с вами прощаюсь, желаю вам доброго дня и сладких снов вашим малышам. Хотя, не только вашим малышам, и также вам, дорогие мамы и папы, нам тоже нужно высыпаться. Все, на сегодня пока, увидимся в следующем моем видеоролике. Субтитры сделал DimaTorzok